Здесь, на коренной русской земле, в славном нашем городе Орле, хочу вам напомнить, что самым гениальным изобретением русского народа было великое и сильное государство, которое насчитывает более тысячи лет. 450 лет верой и правдой ему служит мой родной Орел. Это героическая земля, которая не пропустила ни один набег, ни одно нашествие с юга на Москву. Все великие князья, русские цари, российские императоры и советские лидеры всегда приумножали мощь нашей державы, которой мы гордимся и верно служим. Но хочу вам напомнить, что во времена Ивана Грозного было заложено 155 городовых крепостей и жемчужиной в этом жерелье было на юге крепость Орел и наш родной город. В советские времена лучшие традиции воинства и нашей государственности были приумножены. Сгоревшую Первую мировую войну империю восстановили наши последователи, которые проповедовали сильное государство, высокую духовность, труд и справедливость. Не случайно русский народ объединил под свои знамена 190 языков и народностей, многие мировые религии и культуры, не порушив ни одного языка. Эта традиция была настолько укреплена, что мы сумели, объединив все народы, победить самое большое зло на земле фашизм. Именно здесь, в этих русских просторах, сражались все народы, все братские народы Советского Союза, защищая свою правду, свою совесть, отстаивая государство рабочих и крестьян, первые в мире, поднявшие красное знамя победы и водрузившие его над Рейстагом. Я хочу поблагодарить все поколения моих земляков, всех советских людей, которые тогда спасли мир от фашизма и принесли избавление от него всей Европе. Я считаю, что мы обязаны быть верны этому знамени, на котором написано «За родину, за Сталина». Именно ленинско-сталинская модернизация позволила стране в 20 лет 70 раз увеличить свой потенциал, создать лучшую в мире технику, первый прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет, который сегодня нас бережет и охраняет. Лишь собирая все воедино за тысячи лет своей истории, лишь поклоняясь нашим героям и подвижникам, лишь развивая высокую духовность, которую несли наши поэты, композиторы и музыканты, лишь верно служа идеалам справедливости, труда и дружбы народов, можно одержать новые победы. Сегодня, когда снова натовцы беснуются в Привалтике, когда нацисты-бандеровцы захватили власть Киева, когда террористы разрушают весь Ближний Восток, угрожая всем нам, мы должны сплотиться. Но объединиться можно, не сопираясь в то, чему служила веками наша держава. Без дружбы, без труда, без справедливости, без веры в свои высокие идеалы, культуры и духовности невозможно одержать новые победы. Поэтому, поздравляя с прекрасным юбилеем и этим праздником, я еще раз заявляю, мы, орловцы, верно служили державе. Мы все делали для того, чтобы город первой славы прославлял свою родину и в труде, и в боях, и в культуре, и в литературе. Да здравствует наш родной орел, да здравствуют труженики, да здравствуют наши новые победы. Ура!